господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 935 события дня серахов 739 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь за 8 июля 2018 года ну что воскресный день один раз у нас в году такое бывает готовится люди к крещению приезжают заранее там устанавливается палатка военная я раздеваться две раздевалки там постоянные сделаны дерева из досок лодку подготавливают ну и утром литургия помолились крестный ход все это снимается все это будет выставлено ну а далее божественный чин крещения с полным троекратным погружением а накануне полная исповедь все приходят готовишься к крещению так после крещения крестившиеся идут в храм опять крестный ход с хоругами причащаются возвращаются и в этот день у нас принято обедать на холме они вспоминают минувшие дни и битвы где вместе рубились они вспомнишь песня вещам олеги пушкина ну и утром поехали туда с приехавшим из казани человеком который тоже принимает крещение и станет ездрой может быть впервые за лет такое имя появилось его в число святых пропустили забыли или умышленно не записали а он более святого ветхом завете и нет никого даже близко по ветхозаветному времени таких божественных великих дел сделавших собравших книги ветхого завета считается что он и написал пяти книжей моисея не моисея потому что в конце там-то разоконие говорится моисея не мог сама себе написать о смерти своей вывел из плена людей в этом он как моисей моисей вышел остался враг потопил его этот наоборот еще в сирию обращается не раз город восстанавливает с ними производят всемирный развод сохраняя идентичность своей нации как говорят о нем ну просто откройте посмотрите три книги одна канонической части библии другая две-три книги не каноническая это тот человек который сказал что земля шара не плоская какая-то тарелка 11 32 3 книга ездры и вот на этом холме мы там холм или того рядом с лагерем бывшим лагерем там дует ветер вокруг все выкашивается но мы поехали туда траву выдрали руками а еще лопухи срубили а потом палатками застелили или там обедали тоже заснято отдельно а потом пошли молиться тоже на холме это тогда когда комары все вокруг выкашивать и комаров нету нету их ветром сдувает и так и здесь получилось но вокруг мы еще не выкосили поэтому маленькая комарики были интересно вот на этот день сколько событий когда мы промеряли пруд то детей по немножко прокатили на лодках сказали что воскресенье будет некогда это за воскресный день они это помнили дети сами напомнили что плавать нам сегодня нельзя мы уже от плавали предварительно той же неделе прошедшей а тут гости собираются заранее куплены были билеты что что еще интересно накануне только записали первые которые прежде ехали в музей музей о том как создать подобные лагерь без помощи государства чтобы он православный чтобы соблюдали все посты считалось евангелие ходили в храм вставали рано трудились и с ними часть экскурсии прошла и вот это первые экскурсанты первые паломники уезжают заранее билет взяли не посоветовались я был не согласен мы отправили бы другого места нет горит из барнаул из барнаул а то можно было еще одни два пожить трое еще один здесь местный алтайский пять человек крестили 4 женского пола один мужского его назвали ездры отныне ездры есть его в это имя не называли храмов в это имя нету раз его нету в календарях ничего нет есть теперь есть не засушенные вот как крещение шло как в воду заходили все есть вот проводили они уже уже для сергей да оттуда привез муки два мешка и сообщают что то что то там подвески у него все ослабли сегодня не придет а поэтому у него две собаки которая с нами ездила немецкие общарки кобели 2 ураган который ездил с нами и верный тоже стал чемпионом ну мне теперь за ним ухаживать кормить выгуливать это на один день все попадает воскресный такой полный день милостью божьей все остались грица живы а тут оказалось что в районной газете местная алтайская мамонтовского района районная газета свет октября про нас напечатали статью хорошие игры статья и уже паломники пошли приехал на джипе тут человек женой лежу батюшка с ними ездит все показывает в храме были а мы не знаем про газету ничего не известно но мне сообщают еще вот ночью уже о том что некоторые люди нам знакомые ходили на наши занятия а сами пакости тайно творят творят я их называю бродяча собаки шатухи ветре у них ничего нету знакомую больше года ничего нет ни одного ролика нету не наставление нету а вот на этом засыплены к сатана и за мной гоняются еще гоняться ну коротенькая жизнь это просидите прокараулить и но одно положительное что это время в другом месте эти минуты вы зло не можете делать я прямо к злодеям этим обращаюсь но на суде божьем то помню о конце твоем эти и не согрешишь лишь что он так поперек все абсолютно не критикуют а злобно рвут и хорошие как бы отношения внешне пытается сохранить а другие на полном серьезе это все делают шатохи их называю вепри дикие зачем мы вас молимся все время чтобы бог вразумил зачем и ответа нет я считаю синдром падших демонов а зачем демоны их называл лев толстой черти зачем да и до него называли так он пал самый другого затащить больше ничем нельзя объяснить чтобы кипеть гореть ни одному странно ну не странно страшно это вот сегодня я по я объясняю это не называю никого каждый прочитает узнать что это о нем а то меня кто-то обречает а я с этими людьми которые меня обречают заранее договорился вы на меня сейчас как бы нападаете обречаете я отвечаю они ничего же не знают что мы по-хорошему я их попросил как бы напасть на меня я хочу показать им способы борьбы еще и сразу раскидал по сторонам и все они не бойцы но люди-то хорошие я показываю духовные борьбы духовные и мне они не враги вы покажите где так делать что заранее договориться на пожитиях святых такое если вы на меня нападаете а я буду молчать я зато вот говорит когда апостол павел обличил петра то есть они договорились говорит как бы такой вариант берем ты на меня нападая буду молчать я раз буду молчать петр говорит то и люди которые со мной они тоже замолкнут он обречает обречает или ищи дальше не видит по скорби об этих несчастных второе коленцам 11 14 на это отвечая неудивительно потому что сам сатана принимает вид ангела света зачем ему принимать то участвует в наших занятиях участвовали то другое что-то делают вроде а что делают ну ходят сфотографируют где-то какой-то храм мы еще из этого храмка камня не и камни да и ты-то не строил твоего то ничего нету я нашел это мы-то показываем свое вот крещение как готовились к нему как фотографируют плавает лодка люди идут у нас все свое это не не сколько-то 11700 роликов новые люди приходят сколько пришло который мы говорили сюда не приезжайте там ищите где покреститься ты и крестятся там и в германии в израиле других государствах у этих нет ничего не порошинки и вот засыхлил сатана и глаза засыпал пеплом ненависти по неволе вспомнишь и сидора пилосиота предвзятость не дает здравого мышления себе запишите при вся предвзятость заранее настроены не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум я бы за вами гонялся ну зачем я могу только скорбеть молиться на желающие благочестивые будут гонимы и что интересно приехали вот из района послерайонной газеты и батюшки деньги дают батюшка не берет но возьмите там а жена там конфеты и в храм везде идут но вы ничего не можете показать я заранее вам скажу ни один во всей вселенной не может показать община такое посмотрите как идет чин на богослужение как одеты люди как подготавливаться к крещению как исповедь идет сравнивать то не с чем вы увидите что ну все сравнивают с пустотой и как сравнивать но нет этого нигде такого теперь идет крестный ход ко всему привязывающему сатана под ногами путается нам-то никакого вреда нет вы же душе своей вредите и душа-то бессмертно помни о концертном сегодня ты умрешь и что дальше то еще тебя ждет мы вас не знаем говорим только одно благослови и господи вразуми дай им понять что каждый отвечать будет за свои дела всем нам надлежит предстать предсудилищем христовым чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живя в теле доброе или худое 2 коринфянам 5 10 вот прочитайте это когда воскреснут и налево-направо бог будет разводить но ничего нет никто к вам не приедет никакого детского лагеря вы создать не можете это 45 лет без помощи государством сейчас образован музей на нас нападают раз нападают это значит я живой мертвая рыба она по течению несет оживая она на нарез идет преодолевает пороги и прочее нет ничего я бы сказал ну а вы покажите что у вас здесь ничего нету писание они хорошо знают нет могут показать получение обращенных людей нет я говорю то что мы сего вчера вот показывали это новые души издалека приезжают из других государств даже зачем бы это нужно было я могу назвать буквально все пять континентов которые приезжают нам ничего нет навозная куча работает свое молоко своя пшеница гречка ну горох все свое один фермер вы же сюда бы пришли в голодную ослепление это как радостно мы проводим время встречу от посмотрите на холме обедаем как мы молимся дети рядом но у вас нет ничего 0 везде пустота и от пустоты вот ну харкают на нас и плюют а ну а чё это даст ничего не даст понимаете вызывает только сожаление принимает вид ангела света и потому невеликое дело если служители его принимает и служители правды но конец и будет по делам их помни о конце твоем я говорю надо по все это сказать 2 тимофея 3 9 но они немного успеют ибо их безумие обнаружится перед всеми как и с теми случилось безумие безумие а то что значит и безумие безумие у безумных не я называю писание называют а ты он обращается к тимофея последовал мне в учении мы можем звать показать в житии я могу показать университеты школы техникуме воинские части милиция заводы фабрики где я проповедовал сколько людей пришло как доктор богословия патриархийный бочков пишет ну а тысячи людей которые пришли православную церковь патриархию через игнатия тихоновича куда вы скинете вот кройте маленько глаза то не мое хвалящееся хвалить господом это все благодать божия благодать одно слово и душа образилась значит я избран на это дело и какие-то начальники краевой администрации сотрудники кгб прокуратуры я показываю какие люди обращались прячь обращались при том это не баптистское собрание один раз одна беседа или зашел на наш он говорит я подсел на ваши ресурсы так интересно вот этот ядра рассказы тоже будет ролик да и все желающие жить благочестиво во христе иисусе будут гонимы вас кто гонит да нет ну как бродящих собак вас ищураются шатохи называются вот сегодня здесь завтра там своего то ничего нету какое-то общество организует всяких падших всю падаль собирают грешники которые все попрали не вера ничего не с ними соединяются ну за что-то вас постигла эта чума я обращаюсь ко всем кто нападает никого не называя я имею право говорить об этом а вы делали на кого-то нападали сохрани бог подумать даже страшно еще ради бы я ходил у меня не хватает времени вот ночь ночь бывает там минут двадцать первого ночи я уже стою и уже все до конца работаю здесь работаю интернете потом ухожу пользуйтесь возможности пока есть да не вменит вам господь это это все пройдет как бы не бывшие зачем вам это злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле вводя в заблуждение и заблуждаюсь независимо от того кто он президент первый секретарь партии там и то другое моем доме которые обращались люди в доме стали мученику жизни священно мученики уже их канонизируют значит они нашли свое но пристанем каждый пристанет с тем зачем вам это отстаньте от меня вам это не надо молитесь вчера одно сегодня у нас другое вот сейчас утра мы уже заказали машину едем ну и вы сидите на месте у вас этого нету бревна нам надо грузить мы башню свалили разобрали выпросил машину а тут юноша проехал обработанный агрегат он не заметил даже что его колеса то идут ниже то и он попортил улицу теперь надо все это выправлять землю у меня забота забота и она такая для бога каждый день идут купаться пруды на разные пруды идут вообще удивительно это все работа у вас нет ничего поганую лоханку показать не можете живете в городе сходил на горшок пришел здесь все надо строить все для нотой к лагеря было 12 туалетов сколько колодцев выкопать мне пришлось колодцы как и саку саки и сак колодцы и за них споршу вот а ты прибывай в том чему научен и что тебе верено зная кем ты научен я обращаюсь ко всем друзьям и 3 езра говорит кто они такие 15-30 выйдут как вепри из леса то есть дикие кабаны из леса то есть в тайне все это делают нападает нам узнает кто у нас в друзьях на них нападают и отвратить от нас то есть чисто демонический настрой а куда отвратят они не знают что эти люди их не слушают они не могут утерпеть от зависти а показывают что будто друзья участвуют занятия выйдут как вепри из леса карманяне то есть тут можно карману применить нечистые неистоствующие ярости то есть неистовые беспредельно бесноватые и придут в великой силе вступят в борьбу с ними и опустошат часть земли астерийской вот так кто-то пошел кто-то им поверил а потом возвращаются мне говорили у меня в лагере было такое вот поставили они там большую передачу по телевидению отец забрал сына услышал такое тут творится а дорогой пошел ночью спрашивает он говорит нет папа этого не было а это да не было папа куда мы идем так домой домой зачем же я домой то я не хочу а тесто уже отравлен протравлен телевидение прошло он возвращается утром сыном вот сын сказал ничего не было простите а тут по телевидению полтайскому краю показали про вас такое ну и что но я хочу чтобы сына взяли уже расчет прошел да нет не берем мы таких а почему он порченый порчен и вы не самостоятельно вы не спросили зачем это мы делаем без помощи государства на нас нападает и вы уже поверили я же взял у вас это тем более вы не работали я взял бесплатно бесплатно сын кормится здесь другая мать тоже приехала дочка плачет там что-то комары укусили она доченька держись дома куска хлеба нет а это все слушают профессор психологии приехала и говорит о дочка слушаю мама твоя светлана ничего дома нет его приехали сколько потом все профессор рассказывает как журналистами я тайно прятали здесь покурить нельзя а я сказал на территорию даже не завозить ну где-то не спрятали потом сходили достали там бывшие строения колхозные дворы я не то за них спрятали и курили курили а потом признались один тайно курит а его схватил их же фотограф да я вроде не курил а я говорю это а куда он мне сфотографировал павел федорович не лукавь александр павлович говорю знал что ты куришь а то я говорю них называя даже имена поэтому хорошие люди то не хороших отношениях остались ну то сергеем павловичем приехал один тоже заниматься с собаками собаку он купил себе там щенка видно 25 тысяч отдал хорошая красивая собака мы его провожаем и я с ней сфотографировался мохнатая большая какое-то интересное название я не знаю даже такой новая порода его водит и он папироса оставил и два дня прошло он видно истомился я не могу что-то давление таблетки не взял ягод табак табак зовет вчера уехал два дня побыл и уехал уходил храм молился молился и это тоже все показано будет а эти это нападает ну чё ну нападает от этого мне ничего только удлинили молитву что я их поминаю пойми нам господи прости мне в мини ну как малые дети разыгрались и прости их они не знают тебя если бы знали разве делали так тем тайна стараются делать которых узнают я даже иногда сейчас фамилии нет но теперь эту могу показать приезжала екатерина я писал г голубева голубь она была вам ее уже не не сдавить ничего она привезла дарила всем книгу стихов своих вам это не по зубам она очень ревностная тоже приняла крещение где там в другом месте полная как есть вот у меня радость что теперь есть ездра крещеная это вот события одного дня а этих вепри ну что их не переделать этого антонио макаре виногат вепр стоит вместо священника с обрезанными ушами то есть это еретики душа он думает что православие заключается и не в том чтобы гадости делать а в том чтобы душу спасать другим помогать ну покажите покажите хоть немного свое зачем вот вам мешает что-то выкатились горит от жира глаза и смотрят свысока разглашая злобно клевету как целома певец давид говорит 72 псалом да не вменит вам этого господь скучная ваша жизнь каждый день выглядывать кто вышел куда пошел кто с кем обедал кто с кем спал зачем вам это вопрос зачем не надо это сатана заставляет да благословит вас господь обильно и не даст погибнуть выйти из этого страшного состояния нападать на людей добивать а там алик дел израиль когда выходила из плена за рабство египетского ну женщины с ребятишками они крали сзади и убивали поэтому десятое поколение даже не войдет в общество израилевых это вот эти самые видят ослабевших кого-то уводят ну были такие случаи нету но они недовольны люди такие психованные кто чё им сказал они все время сконфликтовали и ушли а теперь а теперь опять хорошие отношения и говорят а то они нам говорили ну ты-то зачем был я же тебе говорил не знаю все с ними занеси в черный список и зачем ты тебе интересно что ты сам имел что-то против перощить на меня а меня как-то ну допустим меня нету еще дальше то бог есть все осталось то же самое писание как одна была здесь она кандидат наук и говорит на мне нападают все время я им говорю когда вы за мужиками за парнями ухлёстывали гонялись я в это время училась ничего вы завидуете то да действительно я много горит училась но какая моя вина в этом я просто люблю учиться то а эти которые нападали их никого нет их развеяло и они между собой не знаются нигде блудное семя да благословитый господь всех богу слава